Встреча с фейерверками Встреча с фейерверками Это очень важно для продвижения мероприятий Вообще в России 11 фестивалей фейерверков Я считаю, что мой фестиваль фейерверков Он единственный фестиваль Который такое большое значение Уделяет именно туризму Туристической составляющей Вы конкурируете между собой? Нет, мы в разных регионах Тут не имеет значения, каждый занимается своим делом Раньше было около 20 фестивалей Почему тогда нужно приехать к вам в Смоленск Мы каждый год его улучшаем Учимся У нас единственный фестиваль фейерверка в России Где выступление каждой команды состоит из двух частей Первая часть техническая Вторая часть музыкальная Такого в России нет Мы большое внимание уделяем комфортному пребыванию Как зрителей, так пиротехников, так участников У нас фестиваль открывается в 4 часа дня Но уже до этого времени Около тысячи человек на площадке работают Точки общепита, охраны и так далее У нас там более 13 точек на фестивале И развлечений Код на мероприятия до 12 лет бесплатный Ну он был с 6 до 12 бесплатный В этом году сделаем с 0 до 12 бесплатный Потому что у нас с этого года Территория свободна от алкоголя Территория свободна от курения Также мы сотрудничаем с компанией Капшеллинг, такая аренда стаканов Такая тоже тема интересная Они всего-то на 4 фестивалях Она в этом году была вообще по всей России Это такая европейская система аренды стаканов Человек берет за стороны близко Кан Ходит по фестивалю Меняет на точках общепита его на новый Там на поясе носит И в конце хотел, забрал с собой Не захотел, отдал обратно Какая интересная история Да, и с этого мы попробовали Нам понравилось Как бы мы уже договорились И в этом году Мы делаем с логотипом фестивали Звездопад Чтобы люди брали их с собой Вы говорите, что количество фестивалей уменьшилось Значит, есть некий тренд Это почему? Дорого, трудоемко или не набирается количества? Ну, допустим, у нас мероприятие проходит полностью за счет организаторов Но следстворганизатор нам помогает Губернатор Малинской области Нам оказывается административным ресурсом поддержка Это там ОВД, МЧС, ГАИ, турникеты, скорой помощи Ну, и так далее Насколько это дорого, провести подобный фестиваль? Допустим, мы просто ищем Опять же, это единственный фестиваль фееройка в России Для пиротехники занимаюсь с 94-го года Вот 24 года будет, 13 ноября И мне помогают крупные пиротехнические компании Которые бесплатно предоставляют нам пиротехнические изделия Мы им предоставляем жилье, питание Такое взаимно выгодное сотрудничество Да, они пиротехнические изделия Мы им рекламу еще И техническое обеспечение фестиваля Таким образом, у нас на выступлении каждой команды Соходится в районе миллиона рублей А бюджет мероприятия всего 2,5 миллиона рублей Ну, на все остальное Не считая пиротехники Допустим, московский фестиваль Там больше 2 миллионов рублей на каждую команду Поэтому это такое недешевое удовольствие И вот наш фестиваль выживает благодаря тому Что за пиротехнические изделия мы не платим Нам предоставляют Это очень важно, действительно Чай есть уже продаж Чем, кроме аренда стаканов, удивлять еще будете в будущем году? Мы много конкурсов еще проводим В этом году мы сделали такой конкурс Дядя Гриша Организатор фестиваля ферверков Вот у меня магазин пиротехники Дядя Гриша И мы объявили среди Гранс был просто город мастеров А в этом году сделали, чтобы мастера Сделали дракона Дядю Грише У нас собралось более 70 мастеров Со всей Смоленской области Мы места предоставили бесплатно Так как они все делают своими руками И мы будем продолжать этот конкурс Нам интересно, что они нас продвигают За счет своих изделий Им интересно то, что мы предоставляем им бесплатно Они там торгуют Интересно, фестиваль аккумулирует вокруг себя Да, и у нас еще фестиваль приурочен Дню физкультурника и Дню защиты Ну и Дню детей Поэтому у нас вход для детей Это 12 лет бесплатно Очень много людей приходит с детьми Для детей мы там делаем несколько бесплатных Зонтом, аниматоры, аквагримеры и так далее Ну и платные там батуты и все такое И спортивные соревнования опять же проходят На Кубок Дяди Гриши Где у нас его проводят Мастер спорта международного класса Там Александр Воснев Который при весе 67 приседает Больше 300 килограмм То есть там все так серьезно Да И ну там Много всего В какие даты Смоленска горит всеми огнями 10 августа 2019 года Ждем на 9-й фестиваль Удачи вам желаем Спасибо И признания в рамках премии Нашим зрителям говорим Что мы еще продолжим наш рассказ Поэтому уходите в том случае Странзляции не нужно оставаться Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok